Здравствуйте! В эфире программа «Второе дыхание» Это программа о спорте, спортсменах и спортивном образе жизни Резанские спортсмены продолжают пополнять копилки спортивных наград На сей раз отличились тайские боксеры, заняв призовые места на Кубке Мужества В субботу 9 апреля в городе Орехово-Зуево прошел турнир по тайскому боксу Кубок Мужества На призы Дворца спорта «Восток» Участие в нем приняли более 120 спортсменов Рязанцы, тренирующиеся под руководством Владимира Печорских, заняли призовые места 14-летний Александр Никишин занял второе место весовой категории до 60 килограммов А 13-летняя Анастасия Тарасова весовой категории до 54 килограммов Заняла первое место, уверенно победив свою соперницу из Москвы Соперница попалась на 3,5 килограмма больше Ростом почти на голову выше, но все получилось, я одержала победу Тайским боксом девушка занимается недолго, всего 4,5 месяца И это был второй в жизни бой Разница есть первый или второй раз? Есть разница большая Я в первый бой проиграла, потому что девушка занималась больше И больше накидывала колени Ну, какие-то плюсы и минусы свои есть, но второй бой удался, и я довольна этим Спорт был в жизни Насти практически всегда И по сей день она занимается плаванием А вот кикбоксинг, в котором тоже успела себя попробовать, променяла И, надо сказать, удачно на тайский бокс По словам Насти, соревнования по этому виду единоборства увидела по телевизору Понравилась и решила попробовать Родителей уговаривать долго не пришлось Они поддержали начинание дочери Поддерживают и одноклассники Болеют за меня, тоже поддерживают, уважают Поскольку девушка занимается таким спортом Ну, то есть я думаю, они хорошо так ко мне относятся Побаиваются? Ну, есть так, чуть-чуть Ну и, конечно, как и любой вид спорта Тайский бокс – это не только постоянные тренировки и ограничения Но и масса эмоций Сначала волнение, потом уже нейтральный такой восторг То есть как-то, как в своем мире То есть когда идет бой, почти ничего не слышишь И в своем мире находишься и просто И несмотря на то, что все же считается, что это не совсем женский вид спорта Не разделяет мнение большинства И уверена, что как минимум в обмен на свои старания Получит красивую фигуру и возможность за себя постоять В основном, кто приходит в этот спорт, ну, отличаются Вот спортсменки, допустим, я много знаю И профессиональных на высоком уровне девчонок Отличаются фигурами женственными, красивыми То есть все стройные, подтянутые И, конечно, я обращал внимание на характер То есть у всех железный характер, сила воли Это вырабатывает То есть не только в мужчинах, но и в девушках Ну а уже совсем скоро, 24 апреля, спортсмен отправится на первенство России Которое пройдет в Сочи А уже после майских праздников их ждет Объединенный чемпионат центрального и северо-западного федеральных округов Который пройдет в Санкт-Петербурге Конечно, не только в единоборствах сильны рязанские спортсменки На недавно прошедших соревнованиях по фитнес-аэробике На рязанке показали не только грациозность, но и высокий класс Грация, уверенность, слаженная работа тела и мысли Внутренняя сила, привлекательность Все это достояние и гордость участниц соревнований по фитнес-аэробике Этой весной рязанки выступили на чемпионате и первенстве ЦФО И, надо сказать, выступили очень хорошо Соревнования проходили в Туле и собрали около 800 участниц Из 27 регионов России Рязань представляли 5 команд Все подопечные Еленой Алешкиной А занимаются девчонки во дворце детского творчества Достаточно удачно Есть новички, которые показали себя С очень хорошей стороны Несмотря на то, что они занимаются Всего несколько месяцев Это команда «Созвездие» Команда «Паприка» Ну, неудачно, но все равно Выставили самое главное, что дошли до конца, до финиша Выдержали Я очень довольна Ну и есть победители, конечно, у нас Команда «Рязаночка», которая заняла второе место Отобралась на чемпионат России До первого места спортсменкам из команды «Рязаночка» не хватило совсем немного Выступлением девчонки довольны И готовы покорять и новые спортивные вершины Очень понравилось Всегда это очень здорово Очень хорошее настроение Ну, конечно, все волнуются Без этого вообще, наверное, никак Ну, потому что конкуренты Вот Все в красивых костюмах Все такие красивые, нарядные Большая конкуренция была Ну, в нашей категории была не очень большая конкуренция У нас было около четырех или пяти команд Потому что категория новая И, ну, возраст достаточно сложный Еще одному коллективу под названием «Карусель» Занять призовое место все же помешала Очень большая конкуренция Но, как говорится, главное не победа Главное участие Тем более, что впереди еще немало соревнований А закалить спортивный дух никогда не помешает Нам очень понравилось У нас было море эмоций Но, к сожалению, мы не заняли призового места Конкуренция была очень большая Но мы старались Мы вкладывали силы Мы потратили много энергии И нам это понравилось Но, надеюсь, не расстроились? Нет, конечно Главное, что мы поучаствовали Посмотрели на все Спортивные коллективы разных возрастных категорий Выступившие на соревнованиях Конечно, дали зрителям понять Здоровый образ жизни Это единственный путь к гармонии и красоте Судя по числу участников Чемпионата по фитнес-аэробике Симбиоз спорта и танца Становится все более популярным среди молодежи И это неудивительно Ведь здесь и красивая фигура И характер, и здоровье Фитнес-аэробика вышла Отпочковалась от Оздоровительной аэробики И отличается тем, что в фитнес-аэробике Присутствует некий элемент соревновательности И есть обязательные элементы И есть акробатические элементы Элементы гимнастики И в совокупности получается Номер спортивный, танцевальный Очень интересный Кстати, это не только очень интересный И красивый вид спорта, но и достаточно тяжелый Например, если сравнить с легкой атлетикой То две минуты аэробики По энергозатратности приравниваются К 800-метровке А вот заниматься фитнес-аэробикой Можно в любом возрасте Но, уверяет Елена, чем раньше начать, тем лучше Ну а для того, чтобы добиться результатов Главное – наличие желания А физическую силу можно нарастить Выносливость выработать Гибкость и грациозность Развить по должным руководствам Тоже не проблема И пока взрослые обсуждают Чем именно будут заниматься школьники В спортзалах И дети, кажется, свой выбор сделали Профессионализм участников соревнований Их количество И высокий уровень подготовки Команды говорят о том Что у этого вида спорта Светлое будущее Ну а впереди у рязанских спортсменок Еще не одни соревнования На которых они обязательно применят Полученные в этот раз опыт И несомненно Не раз поднимутся На самую высокую ступень Пьедестала почета Знаете ли вы, что при езде на велосипеде Сжигается 600 калорий в час Столько же, сколько при умеренном беге Без остановок Но согласитесь, ездить на велосипеде Все же гораздо легче и приятнее По крайней мере, так считают многие А Анна Герцовская расскажет вам Еще несколько интересных фактов Об этом замечательном виде спорта 20 велосипедов на одно автомобильное парковочное место Именно столько двухколесных аппаратов Помещается на площади примерно 12 квадратных метров Весьма компактно и удобно Во многих странах к этим критериям Уже давно присмотрелись И люди стали массово пересаживаться на велосипеды Они настолько нравятся гражданам Что в мире каждый год выпускается 50 миллионов велосипедов К 20 миллионам автомобилей и мотоциклов вместе взятых Но не просто же так люди сходят с ума От этого вида спорта Они даже придумывают небывалые парковки Для своих железных коней Не говоря уже о том Насколько красивые и разнообразные велосипеды Приобретают как для прогулок Так и для занятий спортом Рязанские велосипедисты тоже придумывают Оригинальные места для парковок Например, на заборе школ Чем вызывают положительные эмоции У проходящих мимо людей Становится понятно, что дети добираются до школы Используя полезный для их здоровья И физического состояния транспорт Это же отлично А заглянув в любой из парков Можно увидеть, как совсем крохотные малыши Тоже получают удовольствие от прогулок на велосипедах С радостью показывая педальки И обещая упорно заниматься спортом всю жизнь Да, Виктория представилась Сообщив, что у нее розово-фиолетовый велосипед И продолжила общение Так, тебе нравится на велосипеде? Да Давно катаешься уже? Угу Мне два Угу Тебе два? Угу Эта юная особа прекрасно разговаривает для своих лет Может быть, так сказать, занятие спортом идет ей на пользу Может это от того, что она крутит педальки уже с малых лет Почему бы и нет? Так что у многих родителей есть повод задуматься А у некоторых находится желание поделиться и своим опытом Ненавязчивого воспитания любителей спорта Да мы вообще такая спортивная семья Мама, папа, я спортивная семья называется У нас семья большая, а у нас дети И поэтому мы стараемся детям тоже на своем примере показывать Что надо вести всегда активный образ жизни Не с компьютерами, не с телевизорами Поэтому мы, когда хорошая погода, мы всегда берем велосипеды Всей семьей, хотя бы на чуть-чуть, хотя бы недалеко с маленькими ребятками Но мы стараемся почаще это делать Дети так реагируют? Они им очень нравятся Им нравится с семьей отдыхать, им нравятся гонки, соревнования Примечательно то, что эта семья выбирается кататься на велосипедах куда угодно Не обязательно в городе Иногда это Солодчи или дача в Турлатово У нас дача в Турлатово, вот мы туда со всеми с детьми, с внуками ездим Прям на велосипедах? Да, садимся вперед, со всеми маленьких сажаем В маленькие сидения, чуть постарше, восьмилетние, они сами на велосипедах за нами едут Так что у нас все так хорошо Практически ничего удивительного, это дело привычки Поначалу, конечно, и эти люди побаивались ездить на дальние расстояния Но они нашли способы избегать шумных трасс с большими фурами Предпочитая проселочные дороги Вот весь секрет В Солодчи, когда мы едем, мы по трассе стараемся не ехать Мы выбираем вот дорогу там По населенным пунктам Так что риск сведен к нулю И люди только наслаждаются общением друг с другом Прекрасным выходным, спортом, свежим воздухом и зарядом энергии Не без участия остаются и те, кто выбирает для себя более расширенный отдых на природе Собирание грибов, ягод или рыбалку Вот этот мужчина поведал нам, что ездит на велосипеде круглый год И в этот раз он возвращается как раз таки с рыбалки Рыба сейчас ловится На велосипеде? Да А часто ездите на велосипеде? Почти каждый день Да? Давно вы сейчас вышли в этот сезон? Зимой ездил Да вы что? Весной Опасно? Нормально А на дорогах как? Уважают вообще велосипедист? По городу гоняете, нет? Ежу Уважают Нужно боиться Да? Но машины пропускают как? Пропускают Конечно, выезжая на велосипеде из дома на прогулку Или для занятий спортом Всем гражданам нужно быть внимательными Аккуратнее следует быть и водителем Ведь летом как-никак становится гораздо больше участников движения, чем зимой И все они между собой делят одну дорогу Для тех, кто еще только решился обзавестись двухколесным транспортом И дать волю спортивному развитию Можно сказать, что выбор велосипедов огромный Так что не ленитесь и идите занимайтесь спортом на свежем воздухе А для особых эстетов В пример приведем еще один красивый факт Который пришел от ведущих мировых домов моды Да, именно известные бренды Поймали волну и тоже выдают свои предложения В виде красивых, эпатажных и элегантных велосипедов Для ценящих эту тему людей Так что если не попотеть, сгоняя лишние килограммы То хотя бы покрасоваться и быть в тренде Этим летом вполне могут очень-очень многие Смешанное единоборство становится все более и более популярным И это неудивительно Ведь в ММА спортсмены могут использовать любые приемы Броски, захваты и пускать в ход руки, ноги, локти, колени Зрелищности этому виду единоборств точно не откажешь Тем не менее, бой вовсе не похож на кровавую сцену из художественного фильма Вопреки названию, правила, конечно же, все же есть Рязанский боец ММА Николай Савилов вновь встретится на ринге С нокаутированным соперником Подробности далее Рязанский боец ММА Николай Савилов Подписал контракт на очередной профессиональный бой 8 мая он примет участие в турнире ОФС-8 В дворце спорта Лужники Соперником рязанца будет Артем Шишкин из Воронежа Бойцы уже встречались на ринге в ноябре 2015 года Тогда победу нокаутом одержал Николай Для Шишкина это поражение остается единственным в профессиональной карьере А рязанский боец выиграл 4 из 7 поединков В марте Николай Савилов одержал победу на профессиональном турнире ОФС-7 в Москве Тогда он взял верх над Ливаном Персаевым из Северной Осетии Поединок проходил в клетке Обнесенном металлической сеткой восьмиугольном ринге На который установили в Лужниках В середине второго из трех пятиминутных раундов Рязанец провел несколько серий ударов руками по голове После очередного судья остановил поединок и присудил ему победу техническим нокаутом Комментаторы канала Бокс ТВ охарактеризовали Савилова как заряженного на удар харизматичного бойца Отметили громогласную группу поддержки спортсмена И выразили заинтересованность в еще одном его поединке с Джеффом Монсоном В общем, бой двух тяжеловесов, которые уже имеют в своем активе по одной победе в промоушене И которым придется выявить сильнейшего между собой Обещает быть захватывающим И на сегодня это все Будьте спортивными и здоровыми И пусть всегда у вас открывается второе дыхание Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова